Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова не нашла общего языка с девушками-служанками. Лиза пишет, «Служанки не приняли меня в свое тайное общество, аргументировав это тем, что я слишком высокомерное. Они дали мне звание королева сейшельских болот, сделали корону и вручили зеленый фартук». Ирина Пинчук уже пожалела о том, что объявила себя парой Саши Задойновым. Она решила вернуться к Ване и ребята снова вместе. Лиза Кордобовская пишет, «Ваня снова сырой. Удачи им и любви и прочее-прочее. Пусть сами разбираются, кто с кем спал, кто не спал. Это их жизнь». Ну а Саша, я думаю, вернется к Мексике. Что ему еще остается? «Марина Мексика хочет завоевать Сашу Задойнова». Она написала в своем микроблоге. «Нереально скучаю по обнимашкам с Задойновым. Я чувствую его симпатию ко мне, но останавливает его одно – страх, что я несерьезно и брошу его. Но мне нужен исключительно Саша. Я сделаю все, чтобы быть с ним». Катя Кауфман все-таки покинула остров любви. Она улетела на поляну, оставив попытки добиться Венцеслава Венгражановского. Стали известны подробности драки между Ваней и Сашей. Это происшествие чуть было не завершилось реальной трагедией. Барзиков неожиданно нанес Задойнову хорошо поставленный удар. Тот упал без сознания в воду. Весь технический персонал острова рванулся спасать жизнь человека. Его спасли. Проектный психолог Михаил Козлов пишет, «Безответственный отец двоих детей чуть не пал смертью храбрых на чужбине». Ну и какие выводы я бы сделал после этого события? В проекте побольше надо парней типа неагрессивного и интеллигентного Венца. Пусть он даже не так привлекателен для женщин. Секс и любовь – это не агрессия. А теперь перенесемся на поляну. Проект покинул Ваня Шувагин из-за работы за периметром. А Майя Донцова вместе со своей мамой Ириной, которая приехала пожить на поляну, будет выбирать себе на кастинге нового ухажера. Редакция сайта «Дом-2» рассказала о том, что Кристина Лисковец подозревает Федю Стрелкова в изменах. Терпение Стрелкова лопнуло. Парня достал постоянный контроль со стороны его будущей жены. Недавно он поехал на встречу с другом и получил за вечер 150 смс. Кристина постоянно подозревает его в изменах и не дает сделать ни шагу. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель в очередной раз расстались. Они оба собираются строить новые отношения. Оля принимает ухаживание от Саши Вейса, а Дима изъявил симпатию ко многим свободным девочкам. Кастинг служба телепроекта показывает фотографии кандидаток на второй сезон на Сейшелы. Долгожданная премьера прямого эфира «Дома-2» состоится 7 октября. Вести шоу будут сразу четыре пары. Это Наталья Варвина и Саша Харитонова, Алиана и Саша Гобозовы, Саша Артемова и Женя Кузин, Андрей Черкасов и Вика Романец. Гобозовы рассказали, что им пообещали зарплату по 500 евро за каждый эфир, который они будут вести. А Вика Романец предупредила своих подписчиков, что с бывшим возлюбленным ее ничего не связывает. Они всего лишь коллеги. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.